Всем привет, друзья! Меня зовут Твикли, и добро пожаловать в Гаррис Мод! Ну и сегодня мы с тобой выясним, какой же персонаж из Dark Deception является самым сильным. У меня уже было подобное видео, только там участвовали персонажи из ФНАФа 9, но сегодня, как ты уже понял, будут участвовать другие персонажи из другой вселенной соответственно. Ну и конечно же, попрошу тебя перед началом влепить свой лайк, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать, мне правда будет очень приятно. И я желаю тебе приятного аппетита, приятного просмотра, ну а мы начинаем и погнали! Ну что же, у меня есть вот такой вот мод, ссылочка на него, конечно же, будет в описании. И тут присутствуют абсолютно все персонажи из Dark Deception, то есть из всех четырех глав. Ну и давай для начала заспавним, пожалуй, нашу Агату, начнем с нее. Ну и так по возрастающей будем сравнивать каждого персонажа именно с ней. Ну а когда я ее уничтожу, то возьмем от того персонажа, которого я уничтожил и продолжим дальше. То есть, допустим, наш Агат уничтожает этот гигантский клоун, и собственно Агат уходит, и клоун уже дерется с вот этой вот свинкой. Ну короче, думаю, принцип ты понял, и давай-ка уже наконец-таки начинать. Я спавню нашу обезьянку повара, вот такой вот стрёмный он у нас достаточно. Ну и теперь с помощью модификатора отношений я их стравливаю, и давай-ка посмотрим, кто же будет сильнее. Раз, два, три, и битва начинается, и походу обезьянка на меня отвлеклась, и поэтому у нас побеждает Агата. Так, я бы хотел сделать еще такую битву, чтобы 100% победиться, кто же все-таки сильнее. Так, я спавню нашу Агату, потом спавню нашу обезьянку, вот так вот их натравливаю, и ребятки, погнали вперед, и что-то они не хотят драться сами с собой, да, что-то они бегут на меня, погодите-ка. Так, погоди-ка, значит так вот я делаю обезьянку, потом на Агату нажимаю, обезьянку нужно, конечно же, развернуть, вот таким вот образом. И все, погнали, ребята, и обезьянка бежит за Агатой, и собственно сейчас непонятно, кто победит. Так, и все-таки у нас побеждает Агата, я не знаю, как это произошло, но короче, да, Агата у нас все равно выигрывает. Ладно, сделаем еще один третий финальный раунд, и погнали, кто же победит, и побеждает все-таки Агата, да, и она проходит у нас дальше. Итак, следующий просто легендарный бой, Агата против маленького клоуна. Ну что, погнали, начинаем, кто же победит, кто же сильнее, и Агата, естественно, у нас побеждает. Тут, в принципе, даже можно не переигрывать, и так понятно, кто сильнее. Да уж, Агата пока что лидирует, но вот справится ли она с ужасной уткой? Давай-ка это мы прямо сейчас выясним, и раз, два, три, наша битва начинается. Агата против гигантской утки, да, она ее выносит, это просто жесть, что это за имба такой персонаж, скажи мне, пожалуйста. Кстати, да, забыл сказать, прямо сейчас напиши в комментариях, какой же твой самый любимый персонаж из Dark Deception. Мне правда будет очень интересно это почитать. Итак, Агата выносит абсолютно всех персонажей, но сможет ли она вынести вот эту маленькую уточку? Давай-ка это, конечно же, посмотрим, и погнали, наша битва начинается. Так, и у обоих персонажей по одному хп. И, видимо, в этой битве у нас будет ничья, потому что ни тот, ни другой персонаж не может, собственно, уничтожить своего противника. И что же в этой ситуации делать, честно говоря, я не знаю. Можно вот так попробовать запустить в них РПГ, и, собственно, нет, это, конечно же, не помогает. Они оба просто не умирают. Так, хорошо, что если им на помощь позвать диджея Мьюзикмена? Давай-ка посмотрим, кого он первого завалит. И, собственно, его первого завалили, да уж. И Агата с нашим челиком все еще живы, и они продолжают сражаться даже в огне. Так, нет, подожди, кто-то из них по-любому должен выбыть. Так, а если заспаунив диджея Мьюзикмена из другого мода, сможет ли он их уничтожить? И нет, его также уничтожают, офигеть. Так, а что в этой ситуации делать? Я не знаю, давай попробуем там мультяшного кота заспамнить. А где он, кстати? Мультяшного кота что-то не вижу, но ладно, пусть будет мультяшный пес. Посмотрим, сможет ли он напасть на наших. Да, он напал и уничтожил первую Агату. И, собственно, его потом завалил наш утенок. Так, ну ладно, получается, утенок благодаря удаче смог пройти дальше. Потому что, по факту, эти персонажи обладают абсолютно одинаковой силой. Окей, значит, утенок идет дальше. Но Агате мы также дадим шанс в самой финальной схватке. То есть у нас, как бы, будет финал. И после него будет еще один финал, где сразится Агата. Да, все специально, так сказать, для нее. Ну что, следующая битва у нас, значит, утенок против Золотого Смотрителя. Погнали, раз, два, три. Пиши в комментариях, кто же победит. И поехали. И так, утенок атакует, и, походу, он и выиграет. Да, тихо, тихо, успокойся, успокойся. Все, ты победил, останьте меня, пожалуйста. Так, ну и да, собственно, утенок проходит дальше. К этому вопросов, конечно же, нет. Итак, ну а дальше утенку предстоит сразиться с самым настоящим гигантом. Вот с таким вот клоуном Голиафом. Ну что ж, погнали. Раз, два, три. И так, я не понял, погоди, все хорошо. Битва начинается, и утенок все равно побеждает. Ты просто, приколи, насколько же это сильное создание. Честно говоря, я даже не знаю, кто сможет его остановить. И дальше, собственно, против него будет сражаться вот этот поросенок. И погнали, раз, два, три. И, скорее всего, утенок, да, снова побеждает. Но посмотри, теперь у него, так сказать, состояние критическое. И такое же состояние было у него после битвы с Агатой. Окей, идем дальше. Так, утенок против нашего кролика. И давай-ка посмотрим, кто же победит. Раз, два, три, битва начинается. Так, и, собственно, да, наш утенок так живо выносит, что это реально просто за имба. Мне кажется, правда, его просто никто не сможет уничтожить, потому что нашему утенку остается одно хп. Ну и, собственно, после этого он не умирает. Итак, следующая битва. Утенок против демона Малака. Ну что, погнали, битва начинается. Так, и кто же победит? И так, пока что непонятно. Слушай, мне кажется, что вот, он наконец-то нашел себе равного противника. Да, посмотри-ка, утенок ничего не может сделать нашему Малаку, а Малак, собственно, не может до конца уничтожить утенка. Ну и у нашего демона полное количество хп, поэтому было бы разумно отдать победу именно ему. Потому что у утенка, как мы видим, практически ничего не осталось, собственно, а у нашего демона есть все хитпоинты. Означает то, что он победил. Мне, конечно, так правда, будет немножечко честнее. Ну что, вот он, вот тот самый персонаж, который смог одолеть нашего утенка. И ему предстоит сразиться с мамой медведем. Ну что, погнали, наша битва начинается. Так, и он просто с одного удара выносит, собственно, эту медвежиху, медведицу. Так, медвежиху, боже, как я вообще мог так сказать? Так, и давай-ка мы этого, так же, медвежонка завалим. И, собственно, будем идти, конечно же, дальше. Итак, демон спокойно одолел обычную маму медведя. Ну а что он будет делать с боссом? Погнали, это узнаем. Итак, битва начинается. Но он просто с одного удара выносит. Я, опять же, нашел просто какую-то реально имбу. Окей, давай-ка заспавним следующего противника. И это манекен. Слушай, а в прошлый раз, когда я делал обзор на мод, этого персонажа не было. Видимо, его автор добавил. И теперь у нас есть манекен. Ну хорошо, давай-ка мы их, пожалуй, прямо сейчас травим. Вот таким вот образом. И давайте-ка, ребятка, ребятки, начинайте драться. Итак, наш демон просто с одного удара уничтожает наш бедный манекен. И он стал невидимым. Так, лучше его, конечно же, удалить. Итак, дальше. Эпичная битва. Демон против мартышки-убийцы. Ну что, погнали, ребятки. Давайте только не на меня. Между собой, пожалуйста. Между собой. Ну и, собственно, наш демон, да, победил. Как бы у мартышки осталось всего лишь один хитпоинт. Но мне кажется, что это так же считается то, что Малак выиграл. Да, в принципе, я это уже сказал. И, соответственно, мы идем дальше. Слушай, реально у нас сегодня прям очень сильный персонаж. То есть, можно выделить Агату, далее нашего утенка, потом, собственно, Мардер Манки, ну и, конечно же, Малака. Но остается пока что он у нас один, конечно же. Но в конце я хочу сделать битву среди всех персонажей, у которых, собственно, осталось один хитпоинт, но который до конца не добили. Итак, дальше мы спавним нашу Нюрсу. Вот такая вот, значит, медсестра. И мы также стравливаем этих персонажей вот таким вот образом. И погнали сражаться. Ой-ой-ой. Ну, конечно же, он просто одного удара ее уничтожает. Итак, еще одна Нюрса, только она теперь красного цвета. Ну и погнали. Мне кажется, что здесь так, в принципе, понятно, кто победит. Да, и, конечно же, наш демон ее выносит. Так, ну и сразу же спавним нашу Нюрсу босса. Вот такую просто здоровую махину. Так, и давайте, ребятки, начинаем нашу битву. Итак, наш Нюрсу атакует, и меня тоже заодно. Он уничтожил, спасибо большое. Так, а у нас битва пошла куда-то вниз. Ну что же, кто же победит? И, конечно же, наш демон выигрывает. Ты просто посмотри на этого негодяя. Он всех реально сегодня выносит. А сможет ли он одолеть Пенни? Давай-ка на это посмотрим. Вот так вот я их стравливаю. Погнали, сейчас будет супер-мега. Битву, спасибо большое, меня уничтожили. Так, и Малак все-таки, да, у нас также побеждает. В принципе, это реально просто, мне кажется, очевидно. И мне кажется, что я уже нашел победителя. Ну ладно, все равно мы, конечно же, до конца все это дело проверим. Итак, дальше у нас идет вот такой вот фантом. Вот это уже будет поинтересней. Итак, мы их, конечно же, также стравливаем. И погнали. Сейчас посмотрим, кто же будет сильнее. Итак, демон против фантома. И демон побеждает. Ну, естественно. Ой, я надеюсь, что хотя бы эта битва будет поинтереснее. Но нет, пока что он реально просто, так сказать, монополист в сфере сражений среди персонажей Дарк Десепшена. Я не знаю, что сейчас сказал. Но вот теперь живи с этим. Шутки шутками. Ну, а дальше демону предстоит сразиться вот с таким вот гигантским роботом-убийцей, который совмещает в себе сразу же три персонажа из Дарк Десепшена. Ну, погнали. Кто же сильнее? И демон, ну, просто он с одного удара всех выносит, реально. Так, погоди, я все равно хочу проверить, смогла ли наша уточка одолеть, собственно, нашего демона. Давай-ка это посмотрим. Ой, не демона-робота. И давай-ка, давай-ка. И да, наша уточка все равно сильнее, чем робот. Смотри-ка, в мод также добавили серебряного. Смотрите, у нас был только золотой, а теперь еще серебряный. Ну, и погнали посмотрим, кто же сильнее. Мне кажется, 100% наш демон. Так, ты будешь нападать? Да, он идет, нападает. И уничтожает. Ну, с одного удара. Ну, просто реально, что это такое? Я не понимаю. Итак, ну, дальше у нас идет Титан-Смотритель. Последний такой персонаж, который может еще как-то побороться с нашим демоном. Хотя, мне кажется, у него все равно нет шансов. Но посмотрим. Посмотрим, кто же победит. Таким вот образом, значит, все делаем. Включая искусственный интеллект. И наш демон, он пропал. Еще показалось, его уничтожили. Но он уменьшил нашего Смотрителя. И его уничтожили. Итак, ну, а теперь я хочу сделать битву. Битву из четырех персонажей, которых сегодня не смогли уничтожить. Ну, конечно же, до конца. Итак, это Агата, наш демон. Просто молак, конечно, всех сегодня выносил. Потом, собственно, уточка. И обезьянка-убийца. Итак, ну что, я запускаю нашу битву. И погнали. Здесь у нас появляются две пары. Это, значит, уточка против обезьянки. И, видимо, у нас... Вот, сейчас скрешот сделал. И, видимо, у нас, собственно, непонятно реально, кто побеждает. Потому что никто никого не может уничтожить. Ну и, короче, эта ситуация будет длиться просто реально до бесконечности. Здесь вот, правда, непонятно, кто победит. Потому что все, как бы, остаются живы. То есть, наш NPC не пропадает. Соответственно, его не до конца победили. Но наши персонажи, которые выжили, все равно меняют текстурку на вот такой вот мертвый цвет. Или как это назвать? Ну, короче, они становятся вот такими вот бледными. А наш демон единственный, кто еще сохранил свою форму. И спасибо, меня, короче, завалили. Спасибо реально огромное. Ну и, собственно, что могу сказать. Пожалуй, молак является самым сильным персонажем в Dark Deception. Почему бы и нет? Это, да, скорее всего, так и есть. Ну что, вот такой видосик у нас сегодня получился. Я надеюсь, что он тебе понравился. Если это так, то поддержи его своим лайком, подписка на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Ну а с тобой был я, Твикли, это был игрушка Гарри Смот. Я не прощаюсь, я говорю до новых встреч, друзья.